Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе не уменьшается. За прошедшую неделю зарегистрировано 227 новых случаев. По словам специалистов, сейчас в инфекционной больнице проходит лечение 95 пациентов. 1126 контактировавших с ними лиц были изолированы дома. Свидетельствующие эпидситуации, специалисты настоятельно рекомендуют населению соблюдать все требования безопасности. В последнее время показатель заражения опасным вирусом в семье не радует. За минувшие сутки по городу коронавирусная инфекция выявлена у 45 человек. Из них 28 пациентов и имеют симптомы заболевания, а 17 являются бессимптомными вирусоносителями. Среди них есть 4 школьника, контактировавших с больными, изолировали в домашних условиях. Находятся у нас на контроле 418 очагов с 1126 контактными. Вот эти все лица контактные и больные находятся на самоизоляции, на домашнем карантине. В настоящее время этому уделяется очень большое внимание, потому что по внедренным программам, базам, домашний карантин очень строго проверяется. В связи с нестабильной эпицитуацией в регионе необходимо уделять особое внимание мерам индивидуальной защиты, тем самым неся ответственность не только за свое, но и здоровье других людей, повторяют медики. Специалисты не устают говорить о соблюдении санитарных правил. Меры профилактики, меры предосторожности должны строго соблюдаться всякий раз, когда мы выходим на улицу. Я призываю горожан носить маски. Это необходимо для безопасности своей семьи и семей других людей. Давайте не будем это забывать. Мы должны бороться с этим заболеванием ради будущего нашей страны, ради будущего нации. Ведь сплоченность, единство народа всегда уводят от любых невзгод. Давайте не будем забывать носить простые маски, соблюдать строгие меры карантина. Сейчас это очень важно для нас. С начала пандемии в семье зарегистрировано 2483 случая заражения опасным вирусом. 98% больных вылечились и, к сожалению, 129 человек погибли. По данным Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг, сейчас в инфекционной больнице города проходит лечение 96 человек.